МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день. Буквально пару часов назад в Астане похоронили девочек, заживо сгоревших в жилом массиве Коктал-1. Выразить соболезнования родителям погибших детей собрались не только родственники, но и сотни жителей города. Неравнодушные граждане объявили о сборе средств для помощи семьи, которая находится в тяжелом финансовом и моральном состоянии. Напомню, трагедия произошла в ночь с 3 на 4 февраля. Пожар вспыхнул во Времянке в частном секторе столицы, унеся жизни пятерых детей. Сегодня на заседании правительства министр внутренних дел Калмуханбет Касымов озвучил причину возникновения пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе. Тем временем в Караганде сегодня ночью произошел крупный пожар, на этот раз в многоквартирном жилом доме. В результате ЧП трое детей отравились угарным газом. К счастью, медикам удалось их спасти. Дети уже идут на поправку. Отмечу, пламя разгорелось в квартире на восьмом этаже. Пожарными по лестничному маршу удалось спасти 13 человек, из них семерых детей. В результате с отравлением угарным газом госпитализированы трое малышей 2011, 2014 и 2018 годов рождения. Они получают лечение в областной детской клинической больнице. Отмечается, что к месту пожара привлекли 25 человек личного состава и 8 единиц техники ДЧС. Причину пожара устанавливают. Премьер-министр Бахаджан Сагентаев выразил соболезнования семье погибших пятерых детей. Напомню, страшная трагедия произошла ночью 4 февраля. В результате возгорания в Ремянке погибли пять девочек-сестер. Самой старшей из них должно было исполниться 13 лет. Младшей было всего три месяца. Между тем, по словам главы МВД, предварительной причиной ЧП стали нарушения требований противопожарной безопасности. В связи с этим Бахаджан Сагентаев поручил ужесточить контроль за пожарной безопасностью в частном секторе. Во время пожара погибло пятеро детей. Это страшный случай. Родители потеряли пятерых детей. Пусть Всевышний даст им сил пережить это горе. Выражаем соболезнования всем близким. Между тем, в Министерстве труда и соцзащиты заявляют, рассматривается вопрос о совершенствовании мер поддержки многодетных семей. По словам вице-министра профильного ведомства Светланы Жакуповой, сегодня многодетные семьи получают специальные госпособия. Если у них доход ниже черты бедности, то им назначается адресная социальная помощь. Именно она считается на каждого ребенка. Сегодня рассматривается в Министерстве вопрос о совершенствовании мер поддержки многодетных семей. И до этого вы не думаете, что буквально никаких мер не принималось. Я вам говорю еще, что по поручению министра в прошлом году было проведено социологическое исследование по эффективности мер поддержки, потому что любое новшество должно быть обязательно обосновано. Из-за ухудшения погоды выезды почти по всем направлениям из Астаны к данному часу закрыты. Ранее в Астана ЛРТ сообщили, что могут ограничить движение общественного транспорта в пригородных направлениях столицы. Сейчас приостановлено движение маршрутов 307 и 317. Оповещения об изменениях маршрутов публикуют на официальном сайте и в аккаунтах Астана ЛРТ в социальных сетях. Также транспортники напоминают жителям, что в период сильных морозов нужно заранее продумывать маршрут и не задерживаться допоздна. Родители школьников просят проконтролировать своевременное возвращение детей домой и сопровождать их. Нурсултан Азарбаев просит Конституционный Совет истолковать пункт о прекращении полномочий президента. Его обращение принято и начата работа по подготовке материала к заседанию Совета, на котором оно будет рассмотрено по существу. Пункт 3 статьи 42 Конституции гласит, процитирую, «Полномочия президента республики прекращаются с момента вступления в должность вновь избранного президента, а также в случае досрочного освобождения или отрешения президента от должности либо его кончины. Все бывшие президенты, кроме отрешенных от должности, имеют звание экс-президента республики Казахстан». Конец цитаты. Прокомментировать эту инициативу мы попросили известного политолога Данияра Ашимбаева. Он сейчас на связи с нами по телефону. Данияр, добрый день. Скажите, пожалуйста, что может означать обращение главы государства в Конституционный Совет? Здесь есть два вопроса, касающиеся двух предложений данного пункта. То есть первый касается разъяснения процедуры, то есть освобождения президента от должности либо его отставки. То есть в принципе особого разъяснения данный пункт конечно не требует. То есть возможно речь идет просто о уточнении процедуры. И рассмотрение вопроса, достаточно ли векущая формулировка и другие статьи, допустим, Конституции и закона о президенте, либо требуется, допустим, принятие дополнений в Конституцию, либо соответствующие нормативные правовые акции. То есть технически данный вопрос, хотя и достаточно очевиден, тем не менее он может послужить для начала нового предвыбора. Все это зависит от того, какая формулировка будет выбрана Конституционным советом, хотя скорее всего представляется, что все возможные сценарии уже как бы рассмотрены. Есть несколько заготовок, которые зависят от того, то есть будет принято решение по досрочным выборам или нет. То есть как мы знаем, подготовка к выборам идет уже несколько месяцев, и несмотря на заявление о том, что выборы будут проведены в срок, тем не менее все-таки есть немало как бы симптомов, говорящих о том, что в стране все-таки идет подготовка досрочным президентским выбором. То есть технически решение Конституционного Совета может означать, допустим, запуск элитеральной кампании. Что касается второго предложения данного пункта, то представляется, здесь тоже есть определенная противоречия заложная при внесении изменений в Конституцию. То есть по статье 42, пункт третьему, то есть президент в случае ухода с должности по темальным причинам получает звание экс-президент. В то же время, допустим, мы знаем, в 2000 году был принят закон о первом президенте. В последующий период был введен еще ряд дополнительных законодательных акций по этому поводу, а также внесены соответствующие изменения в Конституцию, где как бы Нарусландович получает структуру первого президента лидера нации. Соответственно, допустим, возникает вопрос, какой именно титул он получает в случае ухода с должности. То есть экс-президента или первого президента. Понятно, что все имеющиеся нормативно-правовые акты говорят о том, что в пользу второго варианта. Но, возможно, просто при принятии этих поправок этот вопрос забыли осветить в пункте 42. То есть, скорее всего, можно речь о том, что, допустим, в отношении к первому президенту в случае ухода с должности, слово «экс-президент» применяться не будет. Тем более, как мы знаем, в отношении первого президента есть достаточно, допустим, предусмотренные процедуры, по которым он является представителем Совета безопасности, вот, и предстоит свой орден, имеется свой секретариат, вот, и оказывается определенное влияние на политическую жизнь страны. То есть здесь, кстати, есть небольшое просто противоречие чисто в терминологии. Не исключено, что Конституционный Совет, допустим, сосредоточится главным образом на помощи втором. То есть второй вариант, допустим, если разъяснение будет касаться не первого, а второго предложения, то вопрос будет, в принципе, только чисто техническим. Вот, если же будет все-таки упор сделан на первый вариант, на первое предложение данного пункта, то не исключено, что все, что мы видим, на начало подготовки к очевидному избирательному циклу. Тем более, скоро, в ближайшее время, будет проведен съезд партии Новоротан, который тоже может быть соединяться со мной частью этого сценария. Но, повторюсь, то есть окончательный вариант, то есть какой сценарий будет избран, сейчас сказать сложно. Не исключено, что просто идет подготовительная работа по решениям, которые еще не приняты. Но с тем, что все заготовки необходимые были сделаны. А как долго могут рассматривать в Конституционном Совете это толкование? Я думаю, скорее всего, в Конституционном Совете уже есть 2-3 заготовки, наверное, по этому поводу. Уже согласованы с администрацией президента и так далее. То есть оглашение о решении Конституционного Совета может последовать только в зависимости от политической генитуры. То есть какое решение непосредственно будет принято. Все-таки проводить выборы, либо же свести, допустим, данный запрос чисто к уточнению формулировок в отношении экс-президента, либо первого президента. Поэтому просто сказать заранее, что такой сценарий уже как бы одобрен и вот-вот будет запущен, сказать сложно. Ну, по вашему мнению. Работа ведется уже несколько месяцев на случай принятия решения по выборам. Но мы видим, да, что решение по досрочным выборам на данный момент пока окончательно не принято. Хотя, допустим, и Сберкома, и все необходимые институты находятся в средней готовности определенной. Тем не менее, я думаю, что этот вопрос является такой домашней заготовкой на случай, если будет принято решение по выборам, чтобы процедуру запустить, достаточно быстро запустить. Если решение по выборам принято не будет, то вопрос тогда уходит в число на сполкование второго предложения. Даниэль, хорошо, но а когда нам ждать решение? Сколько времени это займет? И к какому решению придет Конституционный Совет? По вашему мнению? Я говорю, что, скорее всего, у Конституционного Совета, я думаю, есть решение по первому, по второму пункту. Но какой сценарий будет реализован, в данный момент зависит от главы государства. То есть какое окончательное решение примет? То есть запускать нужно для следующих выборов, либо не запускать. То есть в пользу того и другого решения есть много аргументов, но, скорее всего, окончательного решения, то есть президент, я не раз еще не принял. В связи с этим, допустим, Конституционный Совет может рассматривать за вопросом, допустим, от суток до нескольких недель. А, опять-таки, для зависимости, потому что окончательного решения, я повторюсь, опять-таки, скорее всего, еще нет. Но с тем, чтобы, если решение о выборах будет принято, с тем, чтобы процедура была запущена достаточно быстро, скорее всего, данный запрос и был инициирован. Ну, ваш прогноз, как политолога. Скажем так, то есть здесь масса вариантов, по которым окончательного варианта на данный момент, скорее всего, нет. Даниэр, вы сможете ответить на мой вопрос? Как политолога, вот ваш прогноз каков? Я думаю, скорее всего, решение исполняется в пользу достаточно выборов. Все-таки большая работа и по линии избиркома видна, и по подготовке, скажем так, к общественному мнению к тематике выборов. И, скажем так, все необходимые политические институты, это тоже находится в режиме постоянной готовности к выборному процессу. Просто, скажем так, вопрос их целесообразности проведения в данное время он является до сих пор актуальным. То есть о выборах уже активно говорят в течение уже нескольких месяцев, активно говорят, и вся необходимая работа проведена. То есть, мне кажется, все-таки сценарий до сихих выборов кажется наиболее вероятным. Спасибо большое за это. Но не 90% даже вероятностью. Спасибо, Даниэр, за Ваш комментарий. А мы продолжаем наш выпуск. Валютные операции возьмут под особый контроль. По решению Нацбанка с 1 июля все резиденты будут обязаны получать учетные номера для договоров по движению капитала, а также по открытию банковских счетов в иностранных банках. До 10 числа каждого месяца бизнесмен либо физлицо обязан отчитаться о движении денег и исполнению иных обязательств по валютным договорам. Как пояснил финансовый регулятор, правила необходимы для мониторинга валютных операций в стране. Отмечу, что нововведение не коснется участников Международного финансового центра «Астана». Повышение пошлин США на китайские товары в марте может привести к негативным последствиям, в том числе к ухудшению глобальной экономики. Так считают аналитики Организации объединенных наций. По их мнению, дальнейший торговый конфликт двух держав приведет к нестабильности на сырьевом и финансовом рынках. Вашингтон и Пекин ранее достигли соглашения, согласно которому штаты не будут повышать ограничительные меры на китайскую продукцию до 25% до 1 марта. Ожидается, что делегаты двух стран проведут торговые переговоры в этом месяце. Если США все же повысит пошлины на китайские товары, то под ударом окажется весь мир. Это приведет к валютной войне, девальвации, стокфляции, а также к потере рабочих мест и, соответственно, к росту безработицы. Это будет так называемый эффект цепной реакции. Основные фондовые индексы США накануне выросли на фоне сезона финотчетов ряда американских компаний. Об этом свидетельствуют данные торгов. Так, Dow Jones и S&P 500 прибавили на 0,7%, а Nasdaq вырос более чем на 1%. Apple и Facebook опубликовали на прошлой неделе квартальные результаты лучшей ожиданий. А вот Netflix и Amazon дали плохие прогнозы на текущий квартал. Добавлю, что цены бумаги Alphabet накануне по итогам дня повысились почти на 2%. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился за помощью решить политический кризис в стране к папе римскому Франциску. В соответствующем письме глава государства просит оказать поддержку в процессе содействия и укрепления диалога между политическими партиями страны. Как ожидается, на этой неделе в Боливии пройдет конференция по мирному диалогу между правительством и оппозицией Венесуэлы. Отмечу, что накануне ряд европейских стран признали лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом республики. Также они призвали провести президентские выборы. А ныне действующего лидера страны Николаса Мадуро поддерживают Россия, Мексика, Китай и Турция. Мы начали ощущать внешнюю угрозу в августе прошлого года, когда президент США впервые сообщил о военном вмешательстве в Венесуэлу. Хочу сообщить миру, что мы не допустим войны. Военнослужащие страны этого не допустят. С 2011 года Кремль выделил миллиарды долларов на модернизацию российских городов. За последние четыре года только на Москву было потрачено почти 32 миллиарда долларов. Сколько средств выделено на другие города и какие инфраструктурные проекты были запущены, анализировали эксперты агентства Bloomberg. Власти России намерены акцентировать внимание на модернизации городов страны. В частности, речь идет о небольших. По примеру, казахстанской программы развития моногородов. Основная цель инициативы – сделать их более привлекательными для жизни и работы. Об этом ранее заявил президент России. Это стало одной из ключевых задач нынешнего президентского срока Владимира Путина. Поскольку на сегодня россияне все чаще переезжают в крупные города, а также и в зарубежные страны. В то время как численность населенных пунктов и деревень значительно сокращается. На усовершенствование 40 малых городов ежегодно государство выделяет около полутора миллиарда долларов. Эта сумма средств направлена на улучшение железной дороги, улиц и скверов. А вот на Москву для сравнения за последние четыре года было потрачено почти 32 миллиарда долларов. Или примерно по 8 миллиардов в год. Также добавлю, что на улучшение инфраструктуры ряда российских городов принимают участие не только государства, но и местные и иностранные юридические лица. Город Торжок, расположенный неподалеку от столицы, ранее получил 22 миллиона долларов в помощи от нового банка развития. Он был создан странами БРИКС. Эти средства пошли на реконструкцию четырех исторических зданий и центральной площади. Далее наш выпуск продолжит.